Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня хотел бы порассуждать, поразмыслить на такую тему, как поменять хозяина. У каждого человека, помимо его воли, многие даже об этом не подозревают, но есть хозяин. И хозяев в мире только два. Это очень важно услышать. В духовном невидимом мире есть только два хозяина. Один – это тот, который все сотворил, которому принадлежит все. А второй – наделенный определенными способностями, властью и умениями, который хочет стать хозяином и пока что безуспешно. Но он обманывает людей и заставляет их делать не богоугодное, не то, что они должны делать для истинного своего хозяина. И в результате этого он травит этих людей, губит их души и затем они попадают в вечности в плохие места. На что это похоже? Давайте просто представим. Вы – домоуправитель. И в вашем подчинении находится много людей. И вы платите им заработную плату. Истинный хозяин отсутствует. Но он доверяет вам, потому что знает вас, знает ваши способности, старания. И он находится в отъезде, но он может вас проконтролировать в любой момент. И вместо того, чтобы вы сегодня дали команду своим работникам помыть бассейн, посадить новые цветы, подрезать траву, сделать еще какие-то работы. Нет. Вы всем говорите работникам, сегодня вы все отдыхаете до вечера, вечером у нас в партии. Мы будем жарить шашлыки, грилить и развлекаться. И за такое обязательно домоуправитель понесет урон. С него спросится это все. И об этом самое главное становится известно. Не только через соседей. Нет. И не только через конкурирующую фирму. И не только через того, который хочет занять ваше место домоуправителя. Нет. В духовном мире есть солдаты Бога, это ангелы. Они докладывают Богу. И есть солдаты сатаны, это бесы, демоны. Они докладывают своему хозяину. И поэтому, когда у человека происходят проблемы, потеря работы и долгий период времени, человек не может находить работу, надо поменять хозяина. Когда у человека проблема с алкоголем, наркотиками, блудом. Когда у человека криминальное направление жизни, надо поменять хозяина. И когда человек поменяет хозяина, то новый хозяин, действительно любящий и заботящийся о вас, он начнет давать вам и работу, и здоровье, и пошлет устройство в семейной жизни. И не только вам, но и вашим детям, и даже внукам. Потому что у каждого человека, как и у животного, и у растений, есть хозяин. И хотим мы этого или нет, но мы часто не знаем своего хозяина. И когда приходят трудности, мы не идем к реальному нашему хозяину. Смотрите внимательно. Мы идем к врагу, через его служителей. И мы начинаем спрашивать, а как мне поступить, а почему у меня не ладится то-то и то-то. Что мне сделать для того, чтобы я приобрел вот это, вот это и так далее. И эти советы, они будут услышаны. Но они будут услышаны врагом. И враг даст вам временное облегчение, но взамен заберет что-то большее. Он вернет на какое-то время ваше здоровье, но вы потеряете семью, финансы, взаимоотношения. И это будет очень плохо для вас. Поэтому в невидимом мире у нас есть хозяева. И они разные. И об этом надо тоже знать. И из хозяина можно сделать друга. Если его любить, уважать, и он это увидит. И вы это проявите искренне. Не с лестью. Не с временными ублажениями, уступками. Нет. А реально. И тогда хозяин, Бог Отец, становится вашим другом, отцом. И он будет заботиться о вас. Он будет говорить вам, как вам поступать. Не вы будете решать. Не ваши друзья, не интернет, не учебники, не лжи учителя. Нет. А будет решать Бог. Потому что Он знает, что вам нужно. Что первоочередное. Что второстепенное. Что и вообще не важное. И тогда придет мир и устройство в вашу жизнь. Хозяева. Они есть у всех. Просто можно сделать так, чтобы этот хозяин стал вашим отцом и другом. А можно, смирившись, не зная о нем, иметь хозяина врага, который погубит и обманет вас. Подсуждайте на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.